Очередные нововведения коснутся пенсионных накоплений. Так, новая схема предполагает передачу накоплений по наследству и уплату подоходного налога, если человек захочет снять все средства сразу. Гарантированный пенсионный план должен стать заменой обязательным пенсионным накоплением, которое заморожено с 2014 года. Это возможность прибавить к своей будущей страховой пенсии дополнительные выплаты. На данный момент система работает так. С 1 января 2014 года на накопление наложен мораторий, то есть работодатель как бы начисляет страховые взносы на накопительную пенсию, они к нам поступают. Но на лицевой счет гражданина или в негосударственный пенсионный фонд, где инвестируется денежные средства, мы их не направляем. Мы их отдаем нынешним пенсионерам, а эти начисленные взносы относим на формирование страховой пенсии по старости. То есть как бы в пенсионном обеспечении практически мы ничего для человека не ущемляем, то есть не уменьшаем его пенсионное обеспечение. Но направление использования этих денежных средств в страховой взносы, они несколько меняются. То есть вот эти 6%, которые идут на накопительную пенсию, мы их перенаправляем на страховую, ну и соответственно идет на выплату нынешним пенсионерам. В рамках схемы гарантированного пенсионного плана ожидается, что выплаты начнутся либо через 30 лет после начала накоплений, либо при достижении пенсионного возраста. Правительство готовится внести законопроект о гарантированном пенсионном плане в Госдуму. Новая схема должна заработать в 2021 году. Пока утвержденные изменения касаются индексации пенсий. 1 января 2020 года мы проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости. Индексация составила 6,6%. Индексация прошла вовремя и даже с досрочной доставкой пенсии с учетом новогодних праздников. С 1 февраля мы ожидаем индексацию ежемесячных денежных выплат. И с 1 апреля индексацию пенсий, которые получают пенсионеры, независимо работают они или не работают, по государственным пенсионным обеспечениям. Что касается страховой пенсии, то здесь дела обстоят так. 22%, которые работодатель отчисляет в пенсионный фонд, останутся. Гарантированный пенсионный план – вещь добровольная. Человек сам будет решать, в какой НПФ и сколько денег он будет откладывать. Если случится форс-мажор, выплаты можно будет приостановить. Систему разработали в Минфине. Свои накопления можно будет отследить. После перевода средств в гарантированный пенсионный план человек сможет со смартфона получать информацию о состоянии счета. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Система Кудряшов, телекомпания «Город».